Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого, я с Сергеем Подярковым, я тот художник, который может обидеть каждого, как только прозвучало слово кешбек, я понял, все, в стране запахло синдромом победы говноеда. Говноед поднял голову. Я посмотрел по телевизору, какой-то чувак начинает лепить корреспонденту в интервью, вот это надо всех вот этих бизнесменов, чтобы вот это их поприжали, чтобы вот это они узнали, какая жизнь на самом деле. Вот пусть поработают у нас на заводе на 6 тысяч гривен, пусть пождут зарплату по 4 месяца и узнают, какая она настоящая жизнь. Вот, эта победа Шариковых замелькала на горизонте чмошников, которые виртуозно научились жрать говно, и умение жрать говно породило у них иллюзию, что они знают жизнь. Знающий жизнь человек не будет ждать зарплату 4 месяца. Знающий жизнь человек, он знает, что в любом маломальски приличном автосервисе, где есть покраска кузовов автомобилей, маляр квалифицированный в Украине получает от 2 тысяч долларов, зачем сидеть на зарплату в 6 тысяч гривен, если у нас таксист в Киеве получает 25-30 тысяч гривен в месяц. У нас комбайнер в Украине получает в сезон на комбайне Джон Дир 100 тысяч гривен в месяц. Но есть стадо средневековых советских говноедов, которые жили, живут и сдохнут в говне. Они ненавидят успех, они считают, что они знают жизнь, и жизнь для них это говно от начала до конца и сверху донизу. И как только они видят, что кто-то не захотел жить в говне и добился успеха, они его начинают ненавидеть, тыкать пальцем и кричать, вот его надо опустить в ту лужу с говном, где сижу я. Вот что значит радость от слова кэшбэк. Кэшбэк, это значит, банды цыган на вокзале, это будут просто символами, знаете, альтруистических воспитанных бессеребренников, как только вы введете этот кэшбэк, банды жуликов и профессиональных негодяев будут зарабатывать на этом нау. Они будут или шантажировать предпринимателей, или провоцировать и самим придумывать нарушения, и окешивать этого нельзя сделать ни в коем случае. Почему говноеды, которые умеют, которые не хотят ничему учиться, а умеют только жаловаться, они, вот обратите внимание, они сейчас воспряли, они говорят, давно было пора прижать этих брыг и спекулянтов. Послушайте, вы поймите, что вы жизнь никогда не видели. Вы должны понять, что медсестра в США зарабатывает 15 тысяч долларов в месяц. По-моему, она знает жизнь лучше вас, потому что жизнь у нее намного интереснее, успешнее и приятнее. Американский сантехник зарабатывает от 50 до 100 долларов в час в зависимости от штата и города. И мне кажется, что он знает жизнь, а не вы, совкодрочерные говноеды. Хирург в Америке зарабатывает, травматолог, 10 тысяч долларов в неделю. Блин, да у нас сантехник в Украине, в Киеве, в нормальной конторе зарабатывает 1200 долларов в месяц. Я, конечно, не уверен, что всю эту сумму официально проводят через... Но у нас есть возможность зарабатывать деньги. Не надо кричать, что надо на заводе на 8 тысяч гривен ждать зарплату 4 месяца. И я это делаю, и поэтому я знаю жизнь. Ты знаешь, милый мой, как сосать хрен. Я с уважением отношусь к любому человеку, который работает в любом месте, за любую зарплату. Но я ненавижу, если он становится говноедом, который хочет заставить других жить так же, как он. Который ненавидит своего успешного соседа, который добился чего-то. Жизнь это не то, что вы себе придумали. Жизнь, вот Кличко, мне кажется, он знает жизнь лучше, чем токарь. Руслана Лыжичко, мне кажется, что она знает жизнь лучше, чем механик, который на раздоревшемся предприятии или шахте 4 месяца ждет зарплату. Какого хрена вы ее ждете? Если у вас есть руки, ноги, вы здоровы, включайте мозг. И как во всем мире, меняйте свою жизнь сами на лучшее. Ребята, закончить хочу с символической историей. Когда-то во время революции достоинства я общался с американским атташе. А атташе американского посольства вызвали Стивен. И Стивен мне задал вопрос, в котором как в капле воды отразилась наша с вами действительность и главная проблема, которая у нас есть в стране. Он спросил у меня, «Мистер Пьярков, скажите мне, пожалуйста, почему вот этот ваш президент Янукович, он хочет, как это сказать, быть королем бомжей? Почему он хочет быть президентом нищего государства, где все граждане очень бедные? Ну, это же, как вы говорите, неприкольно». Вот, смотрите, огромное количество людей искалечили Советским Союзом. Искалечили этой психологией, что государство тебе должно, что тебе должны дать, что тебе кто-то чего-то обязан. Ребята, государство должно только пенсионерам, больным, реально тяжело больным, коллегам, инвалидам, детям и бюджетникам. Ну, там, они должны выплачивать деньги учителям, армию, все. Если вы не относитесь к этим критериям, то это вы должны себе, вашим близким и государству. Все. Другая философия – это идиотизм. А то, к чему нас толкает, это стадо зеленомордых, тупорылых идиотов, это «Да, я, я Вова, да, я король совкадрочеров, да, и я король говноедов, да, благодаря мне говноеды заполнили всю Верховную Раду. Я позаводил говноедов в Кабмин, в администрацию президента, и я сделаю все для победы о говноедстве в нашей стране. «Да, если вы меня не выгоните, да, то я утоплю страну и вас в полном и безаворочном дерьме». Друзья, итак, смотрите, у нас в субботу, смотрите на странице «Рух опору капитуляции», есть страница в Фейсбуке, отслеживайте, там будет даваться информация. У нас все украинские патриотические силы собираются и в годовщину революции. Мы будем штормить Вовочку Зеленского. Там будет официально провозглашен автомайдан. У нас начнется вот тот самый автомайдан, который всегда начинается тогда, когда власть охреневает окончательно, когда ее надо брать за барки и ставить в стойло. Те люди, кого эта власть преследует, против кого она открывает дела, кого она ненавидит и закрывает в тюрьмы, эти люди, собственно, и будут собираться в субботу. Время будет уточнено. На сегодняшний момент это где-то в районе 14 часов. Там будут возможные изменения. Возможно, мы поедем не в Феофанию, как мы хотели, потому что Волочка может успеть сдрыснуть. Но, пожалуйста, присоединяйтесь. Там будут все украинские патриотические организации. И с этого момента, я думаю, у нас ситуация начнет меняться в плане всеобщей организации. Объединение всех украинских патриотических сил против говновецко-мерзкой, отвратительной власти негодяев и безграмотных наглецов, которые уже нахреновертили столько, что нам с вами, ох, и хватит это все разгребать. Поэтому не забывайте расшаривать это видео. Ставьте лайки, комментируйте. И, друзья, увидимся обязательно в субботу. Я уверен, что эти зеленомордые говноведы очень быстро почувствуют, что за нами таки не заржавеет.